Декабрь Поливинилхлорид, из которого делают искусственные ели, создается из нефтяных ресурсов и отягощается вредными соединениями свинца. Поэтому следует попросить у продавца сертификат безопасности, наличие которого подтверждает качественную нетоксичную продукцию. К сожалению, искусственная ель не издает приятный хвойный аромат, но покупая ее, вы помогаете сохранить живое дерево. У меня дома искусственная, каждый год искусственную украшаю. Искусственную. Бережем окружающую среду. Наверное, будем покупать искусственную. Искусственную. При выборе искусственной не стесняемся слегка подергать иголки и погнуть веточки. К качественному материалу это не повредит. Что касается живой хвойной красавицы, то тут тоже есть свои нюансы. Ель необходимо выбирать по трем параметрам. По запаху, цвету, она должна быть ярко-зеленой. Ну и, конечно же, на ощупь. Если вы вот так вот касаетесь и иголочки не осыпаются, то такую ель можно смело забирать домой. Есть несколько простых советов для того, чтобы ваша новогодняя красавица простояла у вас дома как можно дольше. Ее нужно поставить желательно в ведро, в сосуд с песком, предварительно смочить, чтобы он был влажный. И желательно ее брызгать. То же самое подальше от нагревательных приборов. Если елка не была куплена и осталась после Нового года на точке продаж, то ее утилизируют. Приезжают фермеры с районов, у них хозяйство животного, кто держит коров, свиней. Вот они их забирают, приезжают, потому что мы их не выбрасываем, не оставляем, где торговали. У нас всегда за собой убираем, у нас все чисто. Покупать живую или искусственную – дело вкуса. Но самое главное, чтобы выбор радовал вас все новогодние праздники. Александр Кононов, Сергей Козырь. Утро нового дня.